Всем привет, с вами Мимико и давненько я не была в крэше Бандикуте. Напоминаю, что мы уже прошли первую часть. Естественно, мы не сделали все там дополнительные задания, мы не сделали еще, по-моему, один дополнительный уровень. Я, короче, там пыталась записать это видео, но протратила все жизни и, в общем, решила вложить пока что в долгий ящик, как обычно. Я думаю, ну, я сначала сделаю, наверное, все с кристаллами и так далее, и только потом перейду ко второй части. Но, блин, так можно никогда, на самом деле, не начать играть. Господи, я швинула мышкой, и здесь произошло что-то страшное. В общем, да, если так все надолго откладывать в долгий ящик, то я побоялась, что мы никогда просто не приступим ко второй части, как и бывает с некоторыми играми у меня на канале. Мне хочется просто поиграть, покайфовать, и те уровни, которые буду я в первой части проходить, а потом дополнительно я просто в плейлисте перемещу как раз туда, ближе к первой части. Вот, у нас не будет никакого хаоса или путаницы. Что ж, я играла и в первую, и в вторую, и в третью часть, напоминаю, в детстве. И для меня это безумнейшая ностальгия, и я очень хочу приступить. Так, CrashBodyCode 2, Cortex Strikes Back. Ну что ж, сменилась музыка. И да, надеюсь, это будет классно. Давайте сразу же поехали. Наверное, сейчас будет вступительный ролик. Привет, Маска. Кристалл. Конечно. Нет. Напоминает, что это продолжение как раз после боя в первой части. Дурак. Дурак. Думаешь, я не знаю, какова ситуация? Если на поверхности у нас не осталось друзей, значит, нам нужно найти врага. Крэш. 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 У меня аккумулятор сгорел. Сделай полезное дело, братец. Найди для меня новый аккумулятор. О, сразу? Прямо так? Прямо из заставки? Прикольно. А можно ее? Нет. Я даже на нее напрыгнуть не могу. Ну ладно, у нас сначала обучение. Если что, я играю с геймпадом, ребят. Крэша, конечно, если у вас есть возможность, всегда играйте с геймпадом. Ага. Даже плюс-минус, знаете, помню кнопки на автомате, как оно было на PlayStation когда-то. Потому что первую часть я проходила еще с клавиатуры. На компьютеры. Поэтому было... Ииии! Это я зря. Зараза. Окей, разбила. Хрен с ним состальным. Все? А, варп комната. Ну да, сейчас мы оттуда будем выбирать уровни. Точно-точно. Да. Да-а-а-а. Так, так, так. Не Крэшли это Бантикот? Приветствую. Приношу извинения за жестокий способ телепортации, но я подумал, что письменное приглашение от меня будет отклонено. Мне нужна твоя помощь. Вокруг тебя есть пять дверей. За каждой дверью находится хорошо спрятанный кристалл. Кристаллы выглядят так. Принеси мне кристаллы, Крэш. Это все, что я могу сказать сейчас. Мы еще поговорим. В общем, теперь мы в сотрудничестве, можно так сказать. Так. 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 Сколько здесь уровней? Раз, два, три, четыре, пять. Блин, я не знаю. Может быть, кстати, потом вот это будет здесь портал в другую варфзону, потому что, ну, это, понятное дело, не все. Ух. Она немножко даже подвисла. Здесь не все уровни, да. Нас будет еще потом перемещать. То есть, я, насколько помню, на каждой такой зоне будет там снежный уровень, будет там, типа, джунгли и так далее, и так далее. В общем, не знаю, сколько будет уровней в выпуске пока что на данный момент, но, может быть, один, два. Ну, один, наверное, слишком коротко. Наверное, два будет все-таки, да. О, надо еще отдельно сохраняться. Будь ласков с ящиками, чтобы получить особый камень. В смысле? Не разбивать камень, не разбивать ящики, и тогда мне дадут какой-то камень дополнительный. Всегда привычка это проверять то, что есть сзади. То, что и в первой части. Так, хотя нет, в основном, наверное, в третьей это использовали. Так, будьте ласков с ящиками. Мне, мне интересно. То есть, если я их не буду долбить, может быть, что-то будет в другом. Попробуем. Давайте сейчас прямо в этот раз попробуем, пока уровни легкие и коротенькие. А может быть, не надо их вообще разбивать? Ну, вряд ли, вряд ли. Ну, я не знаю, а как тут? Все равно надо разбивать их вот так. Я же не смогу подпрыгнуть. Хотя, с этого, как это? Как он называется? Может, и можно куда-то подпрыгнуть. А может быть, имеется в виду, что... О, уши, поставь. А может быть, имеется в виду, что... Надо как-то просто их разбивать. Ой! Окей, уровень. Секретный. Окей. Ну, ладно, буду аккуратненько. Хорошо. А здесь, по-моему, будут до уровня, где-то будет скользить зимой. Я просто, я помню, как в детстве это нравилось, если это именно в этой части крэша. Потому что помнится уже плохо. О, блин, я не соберу три маски. Уже, да. Уже точно нет. Ну, ладно. Не страшно. Блин, яблоко вообще не получаю. Обычно одно было. Так. Окей, кто-то появится, да? Угу, кротики. Уи! Черепахер, я могла в него врезать. Было бы неприятно. Еще. Ну, пока ничего сложного, как вы видите. В принципе. Ну, давай. Давай! В первой части, потому что с кристаллами, если ты их... Если ты все ящики соберешь, то тебе дают доп. кристаллы. Это да, это было такое. Ну, задание мы основное выполнили. Собрали его. Хорошо. Так, яблочки, яблочки нужны. Ну, сколько? 34 из 62. Представляете себе? Вот прям, прям далеко не все ящики собрали. Ну, ладно. Ну, хотя бы минус уровень. Один сделали. Ну, да, как и в первой части, придется потом возвращаться, да, фармливать и так далее. Когда мы получим какой-нибудь кристалл или что-нибудь такое. Видите? Слева, да, заполнится? Да. Молодец, Крэш. Я знал, что могу на тебя положиться. Теперь слушай внимательно. Голограмму сложно поддерживать. В ходе моих интеллектуальных исследований я наткнулся на силу, которая грозит миру уничтожением. Только кристаллы смогут ее сдержать. На кону судьба мира. Поэтому крайне важно, чтобы ты принес их мне. Крэш, ты там? Крэш, 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 ты там? Ты там? В общем, да, можно перепроходить. Получать за это анки, которые, вот видите, здесь, вот, за моделька Крэша. Четыре. И получается, да, вот кристалл сверху, кристалл, который мы добыли, и синенький анк. В общем, да, если бы я буду проходить на время и получать какие-то необходимые для первого, второго, там, третьего места. Насколько было, по-моему, в первой части время, да, потому что можно пройти на разного цвета анки вроде как. В общем, здесь можно возиться, и возиться очень долго. Давайте, падал снег сделаем. И... Если здесь можно будет кататься по льду, это будет круто. Это будет очень сложно, правда, но это будет круто. А-а-а-а, зимняя, зимняя, зимняя. Я люблю зиму, ребят. Просто обожаю. Му-у-у, беги нахрен. Пингвины! Да, лёд! Ой, ребята, извините. Извините, я, конечно, дико радуюсь, но это так классно. Наверное, это немножко не похоже на обычные мои выпуски, но знаете, когда у тебя такая детская ностальгия, и... Ещё и тени сейчас такие добавили. Господи, я не помню, а Крэш же ведь первый и второй, они, по-моему, оба были на первой PlayStation, да? Плохо помню. Или на вторую же их выпускали вместе с третьим. Или они все были на первой? Вот я сейчас не помню. Очень-очень много лет прошло с тех пор, как я играла тогда на приставке, поэтому... Это нереально. Уже вспомнить? Оу. Смотрите. Ну, это же тоже, наверное, считается, нитры считаются за обычные ящики. Поэтому, наверное, надо их с маской как-то разбивать. А может быть, и не считаются. О, вот эти, помню, отрезки, кстати, на последних уровнях, когда будут уже посложнее, да, этапы. По-моему, вот они были сложные. А я помню, что у меня горело в детстве когда-то. Красиво сделали. Красиво. Отлично. А что это такая за поза была сейчас? Видели, как он прошелся? Это он сам. Да, я лучше так, ребят. Так, с нитрушкой надо аккуратно. Она как ТНТ примерно. Только сразу же взрывается. Так, секреточка. Класс. Поехали. А как? А-а-а. Ну да, он же может прыгать выше, если задержать кнопочку. Отлично. Просто прекрасно. Красиво? Блин. Я же смогу, я же смогу его забрать. Да. Хрен с ним с яблочком, я хочу все коробки собрать. Да. Ну, яблочко тоже было бы неплохо. О, смотрите. Вот они. Все нитро ящики сейчас взорвались, походу. Потому что это зеленый кубик, я вспомнила. Все, да. Все нитро взорвались. Которые были до этого на уровне. Можно их не трогать, короче. Но это хорошо. Будем потихоньку вспоминать, что здесь происходит. Блин, а вот здесь не хватает. Какой-то механизм не использовала. А может быть вернуться еще надо будет. Опа. О-о-о. Таки дотянулось. Вот надо тоже на таких коробках со стрелочками стараться... О-о-о, окружение можно использовать. Стараться допрыгнуть еще выше. Даже на таких ящиках сверху может быть еще какой-то ящик. Да что ж такое. Вот. Так что осторожнее. Но опять же. Мы получили кристалл 74 из 74 коробочек. Отлично. Просто прекрасно. С первого раза. Это очень хорошо. Это очень здорово, что так получилось. Прям класс. И... Ну... Надо, конечно, умудриться лиловый кристалл не собрать. Он просто валяется, по сути, на уровне. Хотя можно его откинуть, получается, вышвырнуть случайно. Так. Да. Танцы к рэшам. Еще одни переговоры. И так. Ты помогаешь кортексу собирать кристаллы. Однако ты... Добыл и камень. Интересно. Что ж, Крэш. Знай, пока ты в союзе с кортексом, ты мой соклятый враг. И я сделаю все в моих силах, чтобы... ...отстановить тебя. Если тебя и правда волнует судьба мира, ты должен собирать камни, а не кристаллы. Если ты соберешь все 42 камня, я смогу их использовать, чтобы сфокусировать лазер. Да, лазерный луч, который уничтожит кортекса и его космическую станцию. А пока что я должен использовать свои силы, чтобы помешать тебе собирать кристаллы. Ха-ха-ха. Слушайте, а это у нас что, получается 42 уровня, да? Будет. И, походу, не одна концовочка, то есть может быть добыта. Блин, прикольно. Ну ладно, тогда есть идея. Попробуем дробить, наверное, по два уровня, если будут совсем короткие, то можно быть и по три периодически. Но сейчас для начала, я думаю, прикольно. Будут у нас короткие выпуски в любом случае по крэшу, не такие длинные, потому что я прекрасно помню комментарии о том, что ребята писали, что им удобно тоже периодически смотреть просто что-нибудь коротенькое, залипательное, поэтому как раз настала пора. Это часовые летсплеи, наверное, некоторым ребятам, конечно, тяжело посматривать. Что ж, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии, говорите, пожалуйста, о том, играли ли вы сами в крэше, испытываете ли вы от него такие эмоции, как испытываю я, потому что я лично кайфую. Я думаю, это прекрасно слышно по моему голосу, потому что мне весело. И до встречи в следующем выпуске. Всем пока-пока.